Всем доброе утро, мы сейчас едем в аэропорт. Растут оливковые деревья у кого-то во дворе. Ландшафт чем-то напоминает Грецию, такой же Лимон даже. Им очень много оливковых деревьев. Апельсины прямо на дороге растут, или это мандарины. Все вот это автобусы с туристами. И это вот сейчас, в данный момент, здесь столько туристов. Представьте, сколько туристов сюда привозят каждый день. Здравствуйте. Здравствуйте, я знаю вас всех. Привет всем. Я очень рада, что встретилась у меня любимого блогера. Все цены здесь в долларах. Почему-то непонятно почему. Вроде мы в Турции. Вот набор таких специй стоит 7 долларов. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Очень пара мешает слушать. Да. Как раньше бабушки из мешков продавали. Сколько стоят семечки у вас? 100 грамм долларов. 1 доллар 100 грамм. Я понял теперь, как это работает система. У нашего гида есть и такая карточка. Они нам дают ее. И это скидка своего рода. 5 процентов. И они с каждой покупки гиды получают на эту карточку себе какие-то деньги. И, видимо, они потом могут либо обналичить, либо потратить. Мы взяли машину в аренду, потому что мы приехали в аэропорт и не успели купить билеты. И самолет улетел тот, на котором мы хотели полететь. Цены достаточно приемлемые. На дорогах тоже пробок особо нет. Честно право. Ситуация такая спокойная. Несмотря на то, что здесь говорят, что типа теракты какие-то. Мы единственное, что заметили, это только, что на парковку при езде в торговый центр. Ну, то есть у нас багажники проверяли. У нас там был багаж, в сумках никто не шарился. Я вот просто не понял вообще, какая его функция, какой смысл было ему проверять багаж, если он не посмотрел, что у нас в чемодане. И еще, когда мы заходили из парковки в сам торговый центр, там женщины стоят с металлоискателями. Именно женщины, потому что здесь в Турции мужчинам запрещено там обыскивать, прикасаться к женщинам. Ну, мусульманская страна, сами понимаете. И вот мы сейчас ехали, полицейский припаркованные машины разгонял. Вот, вот такой полицейский, кстати. Мы едем по Анталии. Мы были там в одном торговом центре. Сейчас в Анталии экспо проходит. Сейчас в Анталии проходит экспо. Что-то побоялся он идти, я их пропускал. Много людей на улице, много разных интересных, модных людей. Вот продают штанишки, допустим, 20 турецких лир. Вообще они здесь видят, если туристов, то все, они представляют, что это вот мешок денежный и все. Попить вышел, попить. И я у него спрашиваю, сколько это стоит? И он такой на меня смотрит и так долго-долго думает, думает, что ответить, что ответить. Я говорил на английском, расслабься, нормально отвечай, сколько стоит, я знаю цену. Ну и он мне сказал, вроде не дорого, но я не знаю, что здесь сколько стоит. Еще меня удивило, что в торговом центре мы зашли в кафе, обычное простое кафе. И мы спокойно разговаривали с официантами на английском. Они понимают, на английском хорошо разговаривают. Первый попавшийся официант без проблем мне все объяснил. Я взял автомобиль с механической коробкой переключения передач, потому что других не было. Нам нужна была срочно машина. Вот смотрите, у них допустим переход здесь надземный, а здесь экскалатор. И он этот экскалатор электрический, люди подымаются. На этом экскалаторе не ходят, ножками не топают. Как в Гонконге. Ну да, как вот в развитых странах, где-то там в Сингапуре, в Гонконге. Что, мы едем в правильном направлении? Да. У нас есть тут навигационная система. Карты Google мы используем в качестве навигации. Топливо дорогое. В Турции самый дешевый вид топлива это, наверное, бензин. Из бензина, я имею ввиду, бензин около одного доллара стоит за литр. Анталия, хоть это и не большой такой город, это не как Стамбул, не как Анкара. Но все равно у них здесь как, вот все развито как-то, такие развязки, торговые центры, суета все равно какая-то есть. Температура сейчас около 40 градусов. Мы заезжаем в наш отель. Здесь секьюрити. С нами поздоровался. Как интересно они сделали, посадили что-то, это какое-то вьющееся растение, растение такое, виноградое. А оно создает тенечек под машинами. Такие металлоискатели. Вау, какой прикольный отель. Здесь прям какой-то диско шары какие-то висят. Двери когда открываются, и ты это все видишь, вообще прикольно так. Ты видела такой отель когда-нибудь? Сара. Сара, ты видела такой отель хоть раз в жизни? Да. Здесь у нас что? Рецепшен. Перед рецепшеном можно попить водички, поесть сладости. Здесь у них бар. Вот такой вид у нас с лифта. Лифт поднимается, а мы смотрим. Нужно сначала нажать на кнопку, потом приложить ключ, и потом только это все откроется. А ключ тоже такой прикольный, в виде защелки. Его можно на шорты или еще на что-нибудь зацепить. А ладно. И этот, смотрите. Ого-го-го! Обалдеть! Я сама не могу представить, я сейчас с ума... Развиваться? Я в шорте просто. Чем-то напоминает психушку? Или знаете, бывает такое... Моя мечта разбилась. Все белое. Моя разбилась. Бывает такое в фильмах, где-то кого-то там закрывают, что все вот белое, и все ничего нету. У нас здесь дали воду. Это бесплатно. Типа добро пожаловать. Ого себе! Я в шоке. На самом деле я просто в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Я в шоке. Не беспокоить. Повешал так. Не беспокоить. Женя, наверное, на шею повешает. Я сейчас там урочу. Здесь могут в этом номере спокойно жить, по-моему, шесть человек. Потому что здесь такая большая кровать. У всех есть такая большая кровать. Или тем, кто хочет на звезды смотреть. В каждом номере есть такая кровать. Там спортзал. Я сейчас там похожу, поснимаю. Там море у нас, Анталия, пляж. Здесь такие салфеточки. Здесь стандартные принадлежности, но не есть для этого закалывать волосы и пилка для ногтей. Еще есть для ушной палочки, спонжики. Это даф. Это даф. Это гель для душа даф и мыло даф тоже. Фен есть. Танки интересные. Любой может взять, развалиться здесь, полежать, поспать. Столько подушек. Конечно, здесь такая атмосфера. Еще вот эти диски. Отель для вечеринок. Для таких для... Мне кажется, мальчишники сюда больше приезжают. Здесь устраивают. Красивый шведский стол. Вечерний динер. Такой красивый. Приду хоть поснимаю, что ли. Шампанское здесь наливают. Welcome drink. Здесь, оказывается, это апельсины. Здесь написано, что апельсины выглядят намного лучше, намного красивее на дереве. А здесь... А, но здесь то же самое. Лимоны выглядят на дереве намного красивее. Пельсины. На самом верху. А это... Это... Цитрус. Цитрусовый фрукт какой-то. Это... Такие шезлонги у них классные, мягенькие. Здесь, как всегда, у них огромные зеркала. Я тоже решил одеть... Сегодня одеться в белом, раз мы в белом отеле живем. Здесь передевалка такая красивая. И душевые кабинки. Душ. Сегодня у нас будут здесь фильм показывать в 9 часов. Вот здесь кинотеатр. И вот на таких милых, удобных креслах будут показывать фильм. В гамачках вот так прилечь, полежать. Здесь есть детский клуб и специальный детский бассейн. И для детей даже горка. Здесь территория закрывается, то есть можно оставить ребенка на долгое время. И приложить вот этот ключ. И тогда только откроется. Такие еще ворота. Серьезные. Вот. Кошка. У них здесь очень много кошек живет. Привет. У них здесь вот... Они так сделали. Свою территорию так облагороднили. Парашют есть. Там всякие разные виды водных развлечений. Талия, она находится как бы вот на скалах. На таких. То есть там возвышенность. Такая возвышенность. И на них уже город стоит Анталия. Органические, бумага отдельно, пластик, стекло, металл. Все отдельно. Весь стаф полностью. В общем-то здесь сотрудники, они все в белом. И здесь все вот так в белом. Отель весь белый. Здесь можно распечатать на принтере и воспользоваться компьютером. Если свой дома забыли. А еще поиграть в мини-футбол. Телевизор. Можно поиграть в теннис тоже еще. В шахматы. И в бильярд. А еще здесь есть Плейстейшн. Не Плейстейшн, а Ниндендо. Ниндендо Вай. Здесь это любимый Женин кабинет. Она любит все такое. Всякие разные укольчики. Проблемки. Проблемки всякие. Исправлять. Ешь, качайся, спи, повторяй. Вот здесь качалочка такая. Тренажеры Матрикс. Кому не хватило того спортзала. Разные всякие тренажеры. Я даже не знаю, для чего они. Для каких групп мышц. Первый раз вижу такие тренажеры. Но это, наверное, что-то типа гребсти или еще что-то. Не знаю. Бассейны. Этот бассейн, по-моему, с соленой водой. Есть джакузи. Представляете, здесь бесплатная стиральная машинка. Нет, это сушилка для купальника. Сушилка, то есть. Этот бассейн выглядит так. Он небольшого размера. И что-то неохота мне здесь купаться. Какой смысл купаться здесь, если можно покупаться на улице. Для занятий с шарами. С велосипедами. Круто, в общем. Молодцы. Такой уклон большой спортом. Здесь заходим в хамам. Здесь такая атмосфера релакса. И вообще умиротворение. Здесь полотенце. По-моему, раньше здесь были или соки, или чай. Но это уже все закончилось. Чай здесь есть. Можно наличить. Зона тишины. Выключите мобильные телефоны. Здесь у них вихоточки. Воду наливать. Что, Женя, будешь сейчас делать скраб мне? Скраб будешь делать? Да. Здесь такой сад. Можно после бани посидеть. Отдохнуть. Полюбоваться деревьями. Вот эти цветочки искусственные. А деревья, в принципе, настоящие. Здесь зона тишины. Здесь нельзя шуметь. Здесь люди отдыхают. Расслабляются. Сверху дует холодный воздух. И такая музыка успокаивающая. Что ничего не хота делать. Так романтично. Сара, хочешь задуть, да? Сара хочет задуть, а они не задуваются, эти свечки. Это как огонь. У пляжа есть голубой флаг. Это награда, которую выдают за чистоту или еще что-то такое. Музыка. Мы сейчас гуляем в аквапарке. И мы шли дерево. Здесь растет инженер. Все, я поехал. Даже Сара не боится с горок кататься. Мы едем вдвоем с Женей кататься. Здесь такие... Это типа горки. Типа... здесь такие каскады. Вау! Это типа рафтинг. На рафтинг похожий. Это как рафтинг. Реальный рафтинг. Реальный рафтинг. Малыш. Тут наверное не слабая туалет. Вон там люди. Постарайтесь! На возвышенности находится Анталия. Вот на таких скалах. И здесь очень много кафешек. Очень интересно. Мы сейчас туда поедем. Там дальше будет яхта такая. Яхт-клуб. Бухточка. Там тоже красиво. Поснимаем для вас пока что. Я люблю Анталию. А, да. Это как в Венеции. Я люблю Анталию. Да, это лифт. Он спускает и подымает людей. Это чтобы люди не ходили пешком. Они могут здесь на лифте на этом подняться. Вот. И там сразу смотровая площадка пофотографироваться. Прям на скалах построили кафе. Вот эти все дома. Несмотря на то, что Турция это мусульманская страна. Они так современно относятся вообще к жизни. И к веселью. То есть у них не строго. Не строго отношения. К дорогам. Как вот мы были в каких-нибудь там допустим мусульманских странах. Где прям все вот прям этот. Так строго. Пальмы здесь растут. Прям на дороге. Пальмовая такая аллея. Большая. Красивая. Мы не можем нигде место найти для того, чтобы припарковать машину. Это по-моему безе такое. А, ну вот здесь можно попробовать. Женя. Жень. Жень. Безешки такие крупные. Прям очень большие. Вот стоимость у них получается семь с половиной лиры. Это чай и вам продают. Примерно два доллара. Котенок прям лежит на стуле на улице. Даже не просыпается. Да, Сара? О, она даже глаза не открывает. Кошек здесь определенно любят в Турции. Их здесь вот подпаивают, подкармливают. Собак не так сильно любят. Ну, хотя здесь, наверное, всех любят. Смотрите, какие скульптуры красивые. Типа она поет, а он ее фотографирует. Здесь такая интересная система. Вы можете зарядить за какие-то деньги сколько-то сюда. По-моему, две лиры стоят или еще сколько-то. И можно зарядить любое свое устройство. Будь здоровым. Прям на улице. Милк? Да. На городе. Здесь у вас, а? А, окей. Это, оказывается, молоко так делают. Они купили вот такую коробку инжира за 5 лир. У дедушки. У дедушки. Это чуть меньше двух долларов. Но здесь очень много. Ты crazy. Дочки красивые возле набережной. Но я так подозреваю, что это уже не старые дома. Это не старые дома, а уже новые какие-то заново. Много построены. Но достаточно красиво. Прям пол они так камушками красиво выложили. Молодцы. Турки вообще трудолюбивый народ. А вон, смотрите, везде флаги. Они по-своему все тоже как-то их украшают. Кактусы. Здесь много-много разных кактусов растет. Банкоматы у них вот так все здесь в одном месте, сгруппированы. Очень удобно. Здесь даже некоторые банкоматы в евро выдают валюту. Сейчас вот здесь ездим и обнаружили один большой отель заброшенный. Он реально такой крупный и он не работает, не функционирует никак. Тут везде какой-то инфраструктура, все развито, но отель почему-то не работает. В принципе в таком месте интересном, но и вот тоже какой-то конференц-центр. Тоже все заброшено. Вот здесь написано то, что это или здание или просто здесь земля. Да, похоже на то, что это такое здание продается. Можно его купить при желании. Это по-моему какой-то ресторан раньше был. Или просто недостроенное какое-то здание. О, здесь мусор. А расположено оно очень хорошо. Такие парки очень часто можно встретить с детскими площадками вот где-то на берегу. или еще где-то. То есть при детей у них здесь очень много что сделано с фонтанами. Рядом жилые дома вот такие тоже красивые. Всякие скульптуры у них в этих парках. Зелено, так все. Турция сейчас переживает не самые лучшие времена в сфере туризма. Потому что очень много кафе закрытых. Очень много отелей закрытых. Мы сейчас заходим в турецкий супермаркет. Я здесь сейчас похожу, поснимаю, какие у них цены, что сколько стоят. Вот, допустим, томаты у них стоят 1.39. 3 лиры это примерно 1 доллар. То есть 3 к 1. Получается, то есть вот виноград стоит 1 доллар. Виноград 1 доллар стоит. Что у них здесь еще есть? Абрикосы 2 доллара стоят. Черешня. Вот инжир есть. Здесь продается. Мы купили зеленый. А здесь уже вот поспевший такой. По 7 лир за килограмм. Здесь оливки. Видите сколько? Раз, два, три. Около 10 сортов, наверное, оливок только. Мясо. Здесь есть разные сорта. Примерно от 10 долларов. От 10 долларов за килограмм и до 20 доходят даже. Мясо достаточно дорого у них стоит. Да, реально. От 10 до 20 долларов за килограмм. В супермаркетах продавец разговаривает на русском. Рыба вот есть разная тоже. Здесь примерно цены за рыбу от 10 до 20 долларов за килограмм. Разные креветки есть. Ну, вот есть чуть-чуть дешевле, допустим, за 7 долларов за килограмм. Сомга стоит примерно где-то 25 долларов за килограмм. Сомга. Сомга. Ну, лиру здесь есть. Даже меньше леры есть. Которая вода продается. Дешевле леры. А вот, смотрите, баунти какие-то. Баунти и сникерс. Напитки какие-то интересные. Я такие первый раз вижу. Это типа вот я мороженое видел баунти, а вот чтобы какой-то напиток такой был, я вижу первый раз сникерс шейк. И еще старбаксовские, тут продаются все любые напитки есть. Ой, что это напиток сникерс. Когда вы только приезжаете, вы не знаете, что здесь сколько стоит. И вы думаете, вот что-то здесь может дорого стоить. И покупаете это вам и валяться. А в супермаркете везде ценники есть. Везде цены уже в лирах фиксированы. И все. Потому что вам здесь дороже, чем она стоит, никто не продаст. Мы проезжаем такое красивое место. Здесь прям вот гуляют и все. Тропиночка. И здесь, представляете, сразу вот такое было. Там водопадик. В Анталии здесь я читал в интернете. Здесь есть красивые водопады. Но мы не успели туда попасть. Я думаю, может быть мы приедем как-нибудь еще в следующий раз. Здесь прям очень красиво. Такое, знаете. Я думаю, даже некоторые люди туда прыгают. 이가師. Если угад块, возможно. 아닌 горячейлью. Ты убед원이 guilty. Продолжение следует...